Вот, допустим, почему в сердце остался след, почему я вспоминаю человека, или часто люди думают, мне нужен какой-то другой человек, который бы заменил этого, и тогда у меня всё пройдёт. Невозможно. Невозможно. Почему? Почему? Потому что чистоту, которую вы видели в человеке, и которая именно оставила, вот почему рубец-то остался грязь, рубец не оставляет. Я говорю сейчас о вере. Эта чистота останется с тем человеком, которого вы видели рядом с собой. Она никем заменима быть не может. У другого человека будет другая чистота, он другой. Все люди это как вот такие, как калейдостолкоп вокруг солнца, понимаете? То есть они все разные. Вы не сможете такого же человека, как этот, найти. А этот вот уже вот такой, как этот, уже такого не будет. Понимаете? Поэтому единственный выход это поменять мышление, понимаете? Надо понять, что нужно всем своим сердцем устремлиться к святости. Мы, может быть, сразу не поймём, кто такой Бог. Очень трудно его понять. Но есть святые люди, которые его знают. И надо к ним всем сердцем устремиться. Понимаете? И вот эта устремлённость к святости, она, оно очень сильно облегчает сердце. Вот эта вот боль разлуки, вот с чистым человеком, я говорю сейчас об этом. Боль разлуки с чистым человеком, она проходит. Потому что если ты разлучён просто с тем человеком, который тебя наслаждал, то это вообще очень легко решается. Придёт время, будет наслаждать кто-то другой. И ты забудешь вот этого. Как этот Антонов поёт. Новая встреча лучшая, средство от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. Вот, понимаете? Я не говорю ни об этом сейчас. Это очень слабая как бы рана. И нашёл другую, рана успокоилась, ту забыла. Я говорю сейчас о чистоте, понимаете? Вот, допустим, представьте, как бы из жизни просто ушёл человек очень чистый, светлый, который вас всегда радовал, понимаете? Вот об этом я говорю. Вот об этом чувстве, которое действительно очень глубокий след оставляет. Ну, то есть, другими словами, надо понять, что чувство правильное. Часто люди хотят забыться, они хотят отвлечься от этого чувства. Не надо забываться, не надо отвлекаться, чувство правильное. Просто, ну, облегчение сердца означает понимание, что произошло. Я вам приведу свой пример. У меня был такой, у меня есть несколько наставников, которых я очень люблю. Один из них жил в святом месте, постоянно совершал молитву, и потом ушёл из жизни в поклонниче перед алтарём. Я узнал об этом через час после его ухода. Я настроился сразу на него и начал молитву. И увидел, как его психическое тело, оно растворилось. Вот такая благодать превращилась, понимаете? То есть, человек ушёл в духовную реальность. И у меня нет чувства разлуки до сих пор. Понимаете, ощущение разлуки означает, что я что-то от человека хочу. Ну, что такое чувство разлуки? Чувство разлуки — это значит, что мне надо, чтобы он был рядом, правда? Чтобы я наслаждался им. Но если я хочу служить просто этому человеку, жить для того, чтобы он был доволен мной. Понимаете? Я хочу служить ему, хочу отдать ему свою жизнь. Так? Чувство разлуки есть? Нет? Нет. Итак, я не чувствую разлуки с этим человеком. Я чувствую чистоту его, благодать в моём сердце и вечность, с которой он соединён. И если я хочу ему служить, я подключаюсь к этой вечности, и он рядом со мной всегда. Понимаете? То есть, это означает, что даже к тому человеку, который ушёл, допустим, от вас, вы можете поменять своё чувство. И камень в сердце означает, что в вашем чувстве к нему есть всё-таки какая-то оскоминка неправильная, которая мешает вам жить. То есть, вы хотите, чтобы этот человек вам дарил что-то, да? Поэтому и вы так настраивались. Но если вы готовы ему что-то дарить и просто жить для него, тогда разлуки нет. Он становится рядом, этот человек с вами, и вы можете всю жизнь рядом с ним прожить. То есть, теперь вы скажете, у меня возникает другой вопрос, допустим, от меня ушёл, у меня ушёл из жизни вот такой чистый, светлый человек. Я хочу для него прожить свою жизнь, но я хочу замуж, потому что я не хочу жить одна. Это нормальный вопрос, и ответ тоже очень простой. Понимаете, если вы формируете вот это правильное, чистое чувство, которое только, понимаете, сам человек такого бескорыстия не имеет. Ещё раз поэтому повторяю, нужен в сердце очень глубокие отношения со святостью. Нужно настраиваться реально на святых людей. Сергий Радонич, Серафим Саровский и так далее. Какая бы у вас вера ни была, в каждой вере есть такие люди. Настраивайтесь на них, потому что их понимание вещей, оно бескорыстно. А наше имеет вот эту тень, которая и делает камень сердца. Понимаете, для того, чтобы это камня не было, нужно, когда ты на кого-то настраиваешься, то ты начинаешь жить так же, как он. Сознание перенимается. Я поэтому говорю, лично вам нужен пример для подражания. Нужно подружку какую-то найти, которая бы вам сознание поменяла. И тогда вам станет легче сразу. Увидите, как по-другому надо к мужчинам настраиваться, чтобы они вам такую жесть в жизни не дарили. Камень убрать. Этот камень называется предательство. И он убирается тем, что вы находите тех, кто не предает. И поэтому я вам говорю, начните с женщин. Потому что вы хотите мужчину на мужчину заменить. Это сейчас невозможно. Потому что когда человек с камнем находится, он никому не нужен. Вам нужно стать самодостаточной. Найдите себе подружку, которая вам верно будет с вами себя вести. И вам станет уже легче. Понимаете, а камень этот ваш означает, что вы унижались просто долгое время, унижались перед человеком. Вот и весь камень. И поэтому Высоцкого мы включали, чтобы вы поняли, что унижаться не надо. Иначе камешек будет жить там внутри. И вернуть ему назад не надо. Он же вас не убивал, не насиловал. Он просто невежественный человек. Зачем такой применять метод к нему? Здесь надо применять прощение. Вот то, что вот женщина сказала. Понимаете, прощайте этого человека. Он неграмотный, он не понимает, как правильно жить. Вы сейчас, камень-то у вас в сердце от чего? От того, что вы ждали от того, от кого не дождешься. Это не его проблема, а ваша, понимаете. Вы просто не знаете, как правильно. Вам нужен пример правильный для подражания. Чтоб вы поняли, как настраиваться и на кого правильно. Чтобы было все хорошо в вашей жизни. Просто оставьте этого человека в покое. Ваш камень в сердце означает, что вы привязаны к тому, что вам дать ничего не может. Не оставит вас в покое? Ну как он не оставит? Берете сим-карту, пишете смс-ку. К обеду не ждит твой песик. И выбрасываете ее в мусор. Все? Моя хорошая, ну не зависимый вы от человека, вы от Бога зависимый. Он, видите, не оставляет вас в покое, потому что вы должны его повоспитывать чуть-чуть. Вот об этом как раз была речь. Ну повоспитывайте, скажите ему, вот так себя веди, я выйду с тебя замуж. Вот, да будешь мне черевички, выйду с тебя замуж. Скажите, перестань гулять, вести себя как кобелина. Перестань с женщиной вести себя недостойно. Если хочешь взять меня замуж, возьми. Если не хочешь, до свидания. У меня много других кандидатов. Как только он про кандидатов услышит, сразу закончит свои притязания. Двигаемся дальше. Итак, мы говорим с вами сейчас о чистом, светлом чувстве к человеку, настоящему человеку, который по какой-то причине остался, ну ты остался без этого человека. Это реальный камень в сердце, понимаете, реальное. С этим очень трудно что-то сделать. И я вам объясняю, что с этим делать. Нужно настроиться на святого человека, начать ему служить в сердце, молиться. И в тот момент, когда вы почувствуете его чистоту, эту бескорыстие, с этим бескорыстием чистое отнеситесь к этому человеку, которого вы чувствуете, что у вас невозможно как бы забыть. И вы поймете, что между вами нет никаких расстояний. Понимаете, связь между людьми, чистая, светлая память остается навсегда. Человек, который жил с вами когда-то, остается с вами. Никуда он не делся. Понимаете, даже развод в паспорте ничего не меняет. Люди, когда жили вместе, они остаются вместе. Только нужно единственное, жить же дальше, правда? Нужен другой человек, другая жизнь дальше. Так оставьте чистую, светлую память об этом человеке. Ваше благословение его. Иди и живи дальше, будь счастлив. Пусть у тебя все будет хорошо. Молитесь за этого человека, желайте ему счастья. И вы увидите, как у вас восстановится, возродится, укрепится в сердце по отношению к этому человеку. Контакт, чистая, светлая, добрая память, которая и даст возможность вам дальше строить свою личную жизнь. Почему? Потому что именно этого вам и не хватало. Просто понимание, что люди не разлучаются друг с другом. Просто мы-то хотим себе, а себе уже не положено вот это все. И есть возможность иметь отношения. Я еще раз повторяю, я чувствую такие отношения с своим наставником. Я даже боюсь думать о том, что я хочу, чтобы он был рядом, потому что это страшная мысль. Она разрушит мою жизнь. Понимаете, я просто служу ему, думаю о нем, испытываю счастье и чистоту. Бог сказал, теперь ты будешь разлучен с этим человеком, и я подчиняюсь Богу. Понимаете, я просто служу ему, заботюсь о нем. Чувствую связь, она осталась. Никто не лишает нас этой связи. Допустим, у мамы был ребенок. Кстати, насчет ребенков. Всем мамам говорю, что если дети уходят из жизни в раннем возрасте, это мой опыт. Они все идут в рай. Все до одного. Потому что человек рождается на земле на такой короткий срок, только для этого, понимаете. Он отрабатывает свою карму и пойдет в рай. Теперь вы скажете, за что я-то наказана? А может быть, это и не наказание. Потому что если близкий тебе человек ушел в рай, то он тебя тянет за собой. Понимаете? Может быть, это и есть твой ангел-хранитель, ты просто к нему по-другому настройся. Начни просто желать ему счастья, потому что ты его тянешь себе. Ты говоришь, я хочу тебя себе здесь. Но этого не надо делать. У него уже другая жизнь. Одна женщина подошла ко мне и говорит, у меня ушел из жизни светлый ребенок. Вот именно такие дети уходят из жизни. Светлый, чистый, ничего плохого вообще не делал. Был как цветочек такой. Раз, и ушел из жизни. Почему? А потому что ему здесь нечего делать. Есть места и получше, где можно жить. Он ушел туда, наверх, понимаете. И она говорит, как он себя чувствует? Я говорю, он счастлив, он улыбается вам. И она плакать начала. Почему? Потому что она хочет с ним строить не те отношения, которые ей положены сейчас по судьбе. Надо просто желать ему счастья. Настроиться на святого человека, который даст это чувство бескорыстия, облегчит сердце. Настроиться на этого святого человека, молиться ему, чтобы он дал это чувство бескорыстия, о котором сегодня говорилось. И вот это чувство направит на ребенка потом. И вы увидите, что никуда он не делся. Он с вами связан. Он дарит вам свое счастье, тепло. Просто вы не хотите это воспринимать, потому что вы уперлись в одну тему. Хочу рядом и все. Вот это и есть эгоизм. Есть другие способы строить отношения, понимаете, с близкими людьми. И эти отношения становятся вечными. Мне всегда в сердце входит один пример. Это было то ли в Екатеринбурге, то ли в Челябинске, где-то вот в этих краях, где-то лет 10 назад. Один мужчина ко мне подошел и говорит, вот вы все говорите в лекциях, у меня так и все происходило. То есть я счастливо жил со своей женой, у меня было двое детей. Они всегда молились, мы не ругались. Я видел в них чистых, светлых людей. Сначала один ребенок ушел из жизни, потом второй, потом жена. Я остался один. Постоянно о них вспоминаю. Я знаю уже правильный ответ. Скажите мне, почему это произошло? Я хочу подтверждения. Я настроился в ответственный момент. И сказал ему, что я вижу, что они вас ждут там. И вы, когда уйдете из жизни, вы окажетесь с ними. И поэтому вам не надо печалиться. И он посмотрел на меня. В этот момент я увидел в его глазах силу, твердость духа. Его лицо просветлело. И он сказал, я так и знал. Что это значит? Это значит, что этот человек сдал свой экзамен бескорыстия. Это значит, что он не одинок. Потому что одиночество означает желание себе. Но если ты служишь своим сердцем тем, кто теперь уже не может рядом с тобой находиться, разве это одиночество? Он просветлел и почувствовал счастье. И точно так же можно поступить по отношению к любому человеку, который покинул вас. Допустим, он ушел из жизни. Или еще что-то произошло. У вас есть чистое светлое чувство? Найдите потерь. А потеря означает невежественное представление о жизни. Все, все, вот все. А я об этом говорю. Камешика нет, все. Все, он в рай пошел. Все нормально, вы чувствуете? Не надо просто слушать тех, кто говорит, а что ты не плачешь? А что ты не воешь? Убивайся у тебя, говорит. Правильно. Ладно, расскажу вам один случай. Я стал свидетелем уникальных, просто уникальных отношений. Это было потрясающе просто. Я никогда не забуду то, что я видел. Это было для меня хорошим примером. Я когда в Риге читал лекцию, это было лет 15, наверное, назад, один мужчина с женой, у него два высших образования, он там зав какой-то кафедры, там и так далее, очень образованный человек. Они пришли ко мне поговорить о необходимости принятия наставника. И он очень ученый такой, серьезный человек, и у него были сомнения. Он говорил, а если он не идеальный человек, как я и буду служить, ну и так далее. Много вопросов обсуждали. И в тот момент, когда он уже понял, что надо принимать наставника, у него вдруг неожиданно резко повысилось давление и произошел инсульт. Причем инсульт настолько сильный, что он постепенно потом уже в реанимацию ушел из жизни. Я видел глаза его жены. Они прожили, потом я узнал, они прожили всю жизнь вместе с 17 лет. Никогда не было никаких ссор, раздоров там и так далее. Она смотрела на него, когда он уходил, он уходил прямо на ее руках. Она смотрела на него светлыми, чистыми глазами. И когда я встретился с ней на следующий день, она мне сказала, я не разлучилась с этим человеком, я чувствую, что я буду дальше с ним вместе. У меня чистое светлое чувство, Олег Геннадьевич, все спрашивают, почему ты не плачешь. Потому что она за эту жизнь смогла настроиться на этого человека правильно. Она сдала свои экзамены. Чистая светлая память, нет ощущения разлуки, потому что разлуки не бывают для чистых людей. Разлука означает, что я что-то хочу от кого-то. Но если я хочу просто служить, я хочу дарить любовь человеку. Нет разлуки, он рядом, ты рядом. И потом в следующей жизни опять будете рядом. Потому что это и есть испытание на верность. Понимаете, я говорю об этом. И камень в сердце означает неправильное мышление в этой ситуации. Научитесь чистой любви. Человек не может, не может сам ее править из себя. Это можно получить только от Бога. И только через тех, кто от него уже научился. Поэтому в этом мире и существуют святые люди. Для того, чтобы мы научились за ними идти. Понимаете, только святость сможет дать человеку такое колоссальное облегчение в жизни. Понимаете? Ну то есть просто начните молиться, глядя на святого человека. Клантись ему. Просите, чтобы Бог вам дал такое же чувство чистоты, как у него в сердце. И тогда вы увидите, что произойдет. Вы почувствуете, как вам надо настраиваться на этого человека, чтобы он был с вами. И то, что он будет с вами, это вам не мешает выйти замуж. Потому что чистая, светлая память является как раз критерием того, что ты уже можешь идти дальше. Одна женщина ко мне обратилась с таким вопросом. Олег Геннадьевич, у меня такая проблема. У меня ушел из жизни близкий человек. У нас были очень чистые, светлые отношения. Но я хочу замуж. И я ей начал объяснять все это. Понимаете? Когда она это все поняла, она начала настраиваться на святого человека. Она начала молиться. И она достигла чистой, светлой памяти по отношению к этому человеку. И понимаете, эта чистая, светлая память не мешает выйти замуж. Когда ты чисто, светло к кому-то относишься, никто к этому ревновать не будет. Вот в чем интересно заключается. И она просто начала жить счастливой своей жизнью. Но никто не отменял чистую, светлую память о ком-то. Никто ее не может отменить. Потому что это то, что должно быть между нами всегда в этом мире. Теперь, допустим, у вас разрушилась семья, да? Вас бросили там и все прочее. Вы не хотите человеку зла, да? Вот как женщина сказала правильно. То есть, зачем его проклинать? Я тоже так считаю. Зачем его проклинать? Просто вы не смогли, не справились вместе. Так? Что делать? Что делать? Надо разобраться в вопросе, почему я такая несчастная. Потому что вы всю свою жизнь и всю свою самодостаточность направили в одну только сторону. Понимаете? Вы думаете, что без этого человека вы не можете быть счастливой? Это означает просто неправильное представление о жизни. Понимаете? Если, допустим, какой-то человек вас решил бросить, ну неужели вы не можете быть без него счастливым? Да никогда я в это не поверю. Просто поймите, что не надо замыкаться на одном человеке. Нужно иметь подружек, нужно иметь наставника, нужно иметь молитву, нужно иметь нормальную счастливую жизнь. Понимаете? Понимаете, если кто-то вас бросает, у вас есть много друзей, они вам могут помочь, и вы почувствуете, что все нормально. Но если, почему вот человек чувствует себя оторванным ломтем? Потому что он неправильно живет. Нельзя замыкаться на одном человеке. Вы просто истощаете друг друга, и поэтому и разрушается семья. Нужно любить всех вокруг, для этого человек живет. Нужны друзья, понимаете, вокруг, наставник нужен. И когда тебя судьба, тебя как бы побила, ушел близкий человек, ты не будешь одиноким. Потому что одиночество как раз это и есть вот такая жизнь. Когда люди не имеют, кроме друг друга, больше ничего в этом мире, это и есть одиночество. И это также является неправильным мышлением. Понимаете, есть жизнь невежествия, есть жизнь страсти, есть жизнь благости. Невежественные люди вообще даже семью не могут создать. Они ненавидят всех. Они хотят насилие, насилие над людьми совершать. То есть с ними жить невозможно просто. Нет семьи. Даже если кто-то рядом живет, все равно отношений нет близких. Люди страсти, они как бы, у них неправильное представление о жизни. Они хотят больше денег, больше комфорта в жизни. Думают, что от этого все зависит. И потом, когда они упахиваются в такой жизни, в такой вот, что надо, денег, комфорта, они потом, кто-то из них не выдержит и уходит. Это их всегда один и тот же результат. И понимаете, особенность людей, которые живут в страсти, в чем заключается? Они хоть и думают, что они очень, как бы, у них много всего, да, в жизни. По факту они очень одинокие. У них есть только вот муж, дети и работа. Все, больше ничего нет. Вот как определить, я в благости живу, невежестве и страсти. Если ты всех ненавидишь, значит невежестве. Если у тебя никого нет, кроме мужа, жены, мужа и работы, значит ты живешь в страсти. Что это за жизнь? Это жизнь для себя. Вот ты зациклилась на своем. Мне надо вот денежек, мне надо то, мне надо детей воспитать. Очень сильно зациклилась на себе. Это значит, очень скоро твоя семья будет разрушена. Потому что замкнутое пространство, энергия счастья ниоткуда не может поступать. И люди страсти поэтому зашариваются настолько, что они даже не могут на природу сходить. Они друг с другом даже не могут поговорить в какой-то момент. Им не о чем поговорить, понимаете, потому что они так сильно истощаются. И результат такой жизни всегда один и тот же, это разрушение семьи. Что делать? Нужно понять, что нужно менять формат жизни. Нужно на природу ходить, желать всем счастья, соседям по-доброму относиться, друзей заводить, которые идут вперед. Приглашать их домой, чтобы они с вами общались. Мужа тоже башка будет от этого трезветь, когда он будет видеть добрых людей вокруг себя. Понимаете, так можно возродить свою жизнь. И камень в сердце возникает именно от одиночества. Не от того, что человек этот не хочет как бы с тобой строить. От одиночества означает, что неправильно живешь просто. Все, вот это и есть одиночество в сердце. Оно как убирается в одиночество? Кстати, женщины, кто из вас одинокий? Я вам скажу. Вот смотрите, в тот момент, когда вы начнете правильно жить, у вас подружек много появится, вы будете им служить. Вы когда одиночество в сердце у вас пройдет, просто от того, что правильно живете, в этот момент появится человек, который возьмет вас замуж. Это сто процентов. Понимаете, потому что когда девушка, женщина перестала одинокая, она стала красивой тогда. Сразу всем хочется взять замуж. Итак, мы с вами изучаем камень в сердце. Приведу пример. У меня есть один знакомый, он в Москве занимал достаточно высокое положение. У него он отвечал за землю, у него был коттеджный поселок, строился свой. Все было нормально, да, в жизни. И в какой-то момент его друг так его подставил, что он потерял все. Коттеджный поселок, положение в обществе. И он такой, ну как бы, не жалеет ни о чем. Сильный человек. Начал молитву, начал работать над собой. И он, когда ко мне пришел, обратился с каким вопросом? Я говорю, все, мне нравится моя жизнь, мне там прошлое забыл, мне ничего этого не надо. Мне и так хорошо сейчас. Я не могу человека простить. И дальше что произошло? Я его пригласил на молитвенный ретрит, на свой. Мы собираемся вместе, человек 50-60 моих помощников, друзей. Включаем очень громко голос святого человека, начинаем очень громко, громко просто кричать, повторять молитву два часа. Создается такой гул, такая атмосфера, и очень сильное такое внутреннее духовное переживание. Понимаете? Он попал в эту атмосферу, помолился два часа, и потом у нас обмен как бы. Я говорю, что у вас происходит теперь, как вы себя чувствуете? И он, понимаете, он вообще даже не думал об этом человеке, вообще не думал, что произошло. Когда человек погружается в очень интенсивную молитву, именно громкую, сильную, такую, совместную, понимаете, погружается, то вот как раз та зона, от которой я говорил, вокруг души, где находится самое сокровенное, до нее может дойти это все. И тогда вот этот вот зубчик, да, несправедливость, он и сам просто ушел. И он такой, он не ставил задачи, понимаете, просить, просто он сердце свое оросил настолько глубоко, что эта глубина дошла вот до этого зубчика, понимаете, потому что у него искреннее чувство дружбы было к этому человеку. И вот это искреннее чувство было предано, именно оно. Все остальное его не волновало, там деньги, там власти, все прочее, его только это волновало. И в тот момент, когда он в молитве дошел до этого состояния, он потом, он как, он же не знает, что он до этого дошел, он просто молился. И он просто мне сказал, простил! Он, простил! Оказывается, простил означает наполнился еще. Понимаете, некоторые думают, простил это что-то такое, как бы. Простил это часто бывает просто наполнился. Другой пример приведу. У одного человека, он очень искренне любил женщину. Ну, естественно, в таких случаях его бросают. Ну, если ты как бы поверил в человека, значит, человек тебя бросит. Потому что он же не Бог, он не может держать твою веру, понимаете? И дальше интересная вещь. То есть человек постоянно помнил, там молился, духовной практикой, но всегда вспоминал. Всегда вспоминал. И тем временем, как бы, появился другой человек. Создалась семья, они начали жить вместе. И в тот момент, когда он видел чистоту, вот эту глубину и верность вот у этого другого человека, его отпустил. Понимаете? То есть в этом случае, смотрите, как бы человек верит в Бога, все нормально, у него все приоритеты поставлены, но все равно, как бы, хочется жить чистых отношений с человеком, правда? И вот почему воспоминания-то были? Потому что не хватало этих чистых отношений с человеком. Но когда они появились, что произошло? Облегчение. Ну, то есть, другими словами, нужно учиться ждать. Понимаете? Если ты хочешь облегчения, ну, чуть-чуть подожди, просто ты пойми, что делать. Вот если, допустим, ты чувствуешь несправедливость, которую, как бы, ну, ты молился, 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 ничего не лишилось. А человека надо просто наказать. Накажи его, и тебе станет легче. Потому что иногда Бог этого хочет от нас. Понимаете? Второй вариант. Допустим, ты жил, жил с кем-то, и тебя бросили. Чувствуешь несправедливость. Не надо наказывать. Ты жил неправильно. Чего наказывать? Да кого наказывать? Люди неправильно живут, бросают друг друга. Надо просто начать жить правильно. И у тебя все наладится. Понимаете? Если кто-то и ушел из жизни, установи с ним чистую светлую связь через святость. И ты увидишь, что ты не потерял этого человека. Бывает, что камень возникает в сердце. Вот еще от чего забыл сказать. Уходит в жизни человек, да? Жил неправильно. У вас камень на сердце, вам плохо, вам тяжело, вы не можете ничего с собой сделать, и вы как бы плохо. Поднимите руку вот так. Есть такой вариант камня на сердце? Знаете, это значит, что вы должны начать молиться за этого человека. Потому что в данном случае камень на сердце означает, что его тянет в ад, этого человека, а вы должны помочь, потому что больше некому. И его душа просит о помощи, и поэтому она тянет из вас вот эти силы. И вас вот так пригибает, да? Гнёт вот так книзу. Это означает, что надо найти время, думать о Боге, молиться. И в сердце просто желать этому человеку. Не думать об этом человеке, думать о Боге. И желать перед молитвой, или после молитвы, или то и другое, чтобы эта молитва была для этого человека. И придет облегчение. То есть камень на сердце в данном случае обозначает... Нужна аскеза. Нужно совершить вот эту молитву для того, чтобы облегчить свое сердце. Это еще один вариант, который вы должны знать. Бывает, допустим, какой-то родственник, который живет неправильно. Камень на сердце за его жизнь. И часто люди говорят, что я могу ему сказать, чтобы он изменился. Ничего не можете сказать. Потому что, еще раз послушайте, есть определенная последовательность. У человека есть в сердце вот эта вот зона, в которой мы живем, есть между нами что-то, и есть у него внутри. Сказать означает, что между нами чистое пространство. Вот кому я могу сказать? Тот, кто мне доверяет. Чистое пространство между нами. Я говорю, и вот мое прошло через это чистое пространство туда. Слова напрямую не действуют. Через вот эту связь действуют. Поэтому, что нужно сделать? Сначала ты молишься Богу, и у тебя в сердце возникает спокойствие по поводу этого родственника, что у него все будет хорошо. Потом молись дальше, потому что еще не время ему что-то сказать. И в тот момент, когда ты реально почувствуешь, что ты можешь ему уже сказать, это прямо такое чувство возникнет. Бери, говори, и он будет слушать. Потому что вы ниточку между вами очистите. Понимаете? То есть, другими словами, если вы чувствуете долг перед каким-то человеком, то этот долг реализуется сначала через молитву. Слова здесь не работают, потому что между вами есть определенная засоренность. Ну, как бы в сердце, понимаете? Поднимите руку, у кого так получилось сделать. Послу слышал, начал меняться. Все, вот все, вы путь свой прошли. Сердце легче стало. Вот почему тяжесть в сердце по отношению родственнику? Потому что вы не знаете, что делать. Я вам рассказал, что делать. Сначала молитва, уже будет облегчение в сердце, уже будет легче. Потом дальше молитва, связь. То есть, вы чувствуете, можете сказать, говорите. Не бойтесь, он будет слушать в этот момент. Но говорить надо по-доброму, спокойно, ненавязчиво. Знаете, что часто люди думают, что если я сильно скажу, значит сильно услышат. Вот это неправильное мышление. Нужно понять, что в отношении к между родственникам очень сильная, высокая чувствительность. Вот я, допустим, своей жене все говорю полушутку, если что-то хочу сказать. Но сначала я должен молить и успокоиться, что она не так делает. А потом полушутя ей говорю, и она тогда слышит. Вот этот феномен, понимаете? Вот в чем феномен заключается. Родственникам надо помолиться, успокоиться, что он так живет. А потом по-доброму говорить, как надо. И что произойдет, он начнет делать. Понимаете? По-доброму означает ненавязчиво, спокойно, ласково. Допустим, девушка встречается с парнями и ее постоянно бросают. У нее возникает обида на судьбу, она думает, она никому не нужна. А мы в этом мире вообще никому не нужны, кроме Бога. Вообще никому. Вот что нужно парням от женщин, знаете? Счастье. Если от тебя счастье не идет, они бросают. Что надо сделать? Ну, стань счастливой. И бросать тебя никто не будет. Вы скажете, а потом, Олег Геннадьевич, когда мы будем жить вместе, если судьба навалится, я буду больной, меня опять бросит. Хороший вопрос. На него в ответ есть. Если вы будете жить с человеком, поставите дом-алтарь, начнете молитву, начнете духовную жизнь, и через какое-то время совесть придет в вашу жизнь. Совесть? Что это такое, знаете? Это Господь в сердце. Вот Господь может жить на алтаре, но он должен включиться в сердце. Знаете, что если у вас Господь в сердце включился, у мужа включится по-любому. Потому что мужчина всегда все самое лучшее берет от своей жены. Да, мужчина смотрит на женщину и видит нечистоту, видит все самое лучшее. И поэтому он неосознно копирует ее. Поэтому женщина первый учитель, даже для детей. Она же, когда любит, она все самое лучшее отдает, самое чистое и светлое. И это и есть совесть. Совесть женщина включает в человека. И поэтому не бойтесь. Просто начните жить правильно. Вот почему муж уходит? А потому что вы неправильно жили. Вы жили для детей, жили для работы, для квартиры. А надо жить для Бога. То есть надо поставить алтарь и начать жить для Бога. Вы для Бога будете жить, он сразу откроется. В результате муж уйти не сможет. Он будет пытаться уйти, но не сможет. Почему? Совесть не позволит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok